Всем привет! С вами Кир Уланов, диджитал компания Marketing Gamers и в предыдущем ролике мы с вами определили стартовую точку вашего бизнеса. Ссылка на это видео есть в описании, если вы его еще не смотрели, обязательно посмотрите. Сейчас же мы с вами посмотрим, к чему конкретно в итоге вы сможете прийти. Но давайте с вами сначала разберем, чем отличается интернет бизнес от диджитал бизнеса. Давайте посмотрим на типичную схему классического интернет бизнеса. Прямо сейчас она представлена на вашем экране. Мы видим простую, ну скажем прямо примитивную воронку, в которой есть один-два продукта, и неважно это инфопродукт, услуга, либо физпродукт. И вот как правило они или вовсе не связаны между собой, или связаны косвенно. Далее отсутствует прогрев работы с аудиторией, команда состоит, как правило, из фрилансеров, которые часто меняются один за другим, и они обычно не заинтересованы в конечном результате. В этой модели нет вариативности воронки, человек либо покупает, либо уходит. Примитивный клиентский сервис, поверхностная аналитика, результаты которой не имеют особого влияния на прибыль. Соответственно низкий ROI. Теперь посмотрим на диджитал бизнес, на современный цифровой бизнес нашего года. В чем разница классического интернет бизнеса и цифрового бизнеса этого года? Цифровой бизнес клиента ориентирован и построен на постоянном диалоге с аудиторией. И вот понимая потребности конкретного человека, мы можем на более качественном уровне общаться с ним и предлагать те решения, которые ему действительно нужны. Постоянное взаимодействие с целевой аудиторией позволяет гибко реагировать на каждое действие, и вот в этом залог успешного цифрового бизнеса. Но каковы же характеристики системного цифрового бизнеса? Давайте мы их с вами прямо сейчас рассмотрим. Перечислю основные из них. Это постоянный диалог с рынком и нативные маркетинг инструменты. Далее наличие более пяти продуктов в вашей продуктовой линейке. Это грамотный прогрев трафика. Это вариативная маркетинговая автоворонка. Это слаженная команда и клиентский сервис. Постоянная работа над брендом. И использование новейших технологий в работе с аудиторией и в организации бизнеса. Ну и разумеется, все это закреплено сквозной аналитикой. И в итоге у вас получается огромный потенциал для масштабирования за счет перечисленных мною пунктов. Так что же конкретно собственнику дает цифровой бизнес? Он дает скорость. В частности, скорость получения результата, результата в деньги. Он также дает точность. Мы фокусируемся только на своей целевой аудитории и не тратим бюджет на работу с аудиторией, которая не приносит нам прибыль. И он дает мобильность. Потому что автоматизируя определенные процессы, мы можем свести управление цифровым бизнесом в мобильный телефон. Как? Расскажу в следующих видео. Поэтому, если вы вдруг до сих пор не подписаны на YouTube канал, вы знаете, что делать. Подпишитесь. Ну а сейчас, чтобы вам все стало понятно, я спроецирую ваш будущий цифровый бизнес, которому вам стоит стремиться на что-то более твердое. На некий метафорический завод. Я сейчас покажу вам ту модель, которой вам в идеале нужно будет прийти. Это тот ориентир, который у вас должен быть в голове. Безусловно, все базируется на людях. Поэтому первый блок завода – это команда. То есть, ваш ключевой ресурс, ваш ключевой актив. Далее, у вашей компании должна быть миссия. Потому что люди без миссии уподобляются подрядчикам. Хочу – работаю, не хочу – не работаю. Следующий блок – это ваша большая идея. Большая идея вашего завода, вашего цифрового бизнеса. Большая идея – это то, когда вы весь свой маркетинг объединяете вокруг чего-то целого. По теме «Большую идею» у меня на канале есть отдельное видео. Это важный момент, поэтому рекомендую обязательно его пересмотреть. Я ссылку на ролик также оставлю чуть ниже в описании. Далее нужно выстроить каркас вашего цифрового бизнеса. Из чего же состоит этот каркас? Это, прежде всего, правильно реализованная бизнес-модель. Это налаженные бизнес-процессы. Это выстроенная техническая архитектура вашего бизнеса и бизнес-архитектуры. Но, имея все это, вы должны четко понимать, куда идете в рамках своего бизнеса. К чему вы стремитесь? Каких результатов хотите достичь и какие действия вам нужно для этого выполнить? То есть, вам нужна понятная стратегия. Двигаемся дальше. Когда построен фундамент и каркас вашего цифрового бизнеса, у вас должно быть сформировано рабочее сообщество. Оно может быть разбито по отделам. Например, отдел управления, отдел контента, отдел трафика. И вот, когда вы проработали рабочее сообщество, вам важно понимать рынок и понимать его в трех плоскостях. Это ваша целевая аудитория, это понимание аватаров каждого сегмента целевой аудитории и понимание психотипов этих аватаров. Далее, безусловно, у вас есть какие-то рекламные каналы, там, Facebook, YouTube, SEO, Instagram, ВКонтакте. Возможно, там, использование, там, Telegram каналов. Но, в любом случае, ваша реклама должна запускаться на определенную систему привлечения клиентов. И эту систему мы будем с вами разбирать в следующих видеовыпусках на моем YouTube-канале. Так что, следите за новостями канала. Далее, у вас в процессе работы с трафиком формируется сообщество покупателей, с которым дальше вам нужно будет грамотно взаимодействовать. Это сообщество делится на какие-то определенные группы, ну, проще говоря, сегменты вашей клиентской базы. И вот, кроме покупателей, у вас формируется дальше сообщество партнеров. Это еще один ваш ценный актив, работа с которым позволяет зациклить процесс получения новых клиентов и системно масштабировать ваш бизнес. И в результате, к чему вы должны прийти? Посмотрите внимательно на экран. Перед вами метафорический цифровой завод. Это общая картина диджитал-бизнеса, каждый элемент которого мы будем с вами разбирать поэтапно в следующих выпусках на моем YouTube-канале. А если вы не хотите дожидаться всех этих выпусков, я рекомендую также перейти по ссылке в описании чуть ниже. Там вас ждет кое-что интересное, а именно решение для вашего бизнеса. И да, если это видео было вам полезно, вы знаете, что делать. Ставьте палец вверх к этому видео и до встречи с вами в следующих видеовыпусках. С вами был Кир Уланов, Marketing Gamers. До встречи, пока.